Давайте подумаем, если все граники угольные, какое здесь соотношение между гранями и ребром? А очень просто. Бежим по любой грани и подсчитываем, сколько у нее ребер. Три штуки, три штуки, три штуки. Везде так делаем, по три штуки. Видимо, отсчитываем и обнаруживаем, что каждое при этом ребро мы прошли дважды, с одной стороны и с другой. Таким образом, грани это две третьих от числа ребер. Подставляем, когда вы минус r и плюс две третьих, то на самом деле у нас получается минус r разделить на 2 и равняется 2. Другими словами, если на 3 в минус 6. Да, да, да. 3 в минус r равняется 6. И r это 3 в минус 6. Ребята, принципиально важно, что 2r получается 6 в минус 12. А это меньше, чем 6 в минус 6. Если я прохожу по всем вершинам и смотрю, сколько... Давайте я еще раз напишу это неравенство, потому что оно безумно важно. Значит, удвоенное количество ребер меньше, чем ушестеренное количество вершин. Если я прохожу по всем вершинам, и в карте считаю, сколько в него вы выберете. И складываете число. Вот в этой вершине степени 5, в этой 4, в этой 5, в этой 5, в этой 4 и так далее. Когда я все-все-все сложу, естественно, я каждый ребер посчитаю дважды. Но из-за того, что 2r меньше, чем 6v, у меня хотя бы где-то число будет меньше 6. Я доказал очень важную лему. Я доказал сейчас только что, что в любом планарном графе есть хотя бы одна вершина, степень которой не больше 5. Давайте посмотрим, как это можно быстро применить для доказательства теорема Ак-Али.